Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Каждый год происходит... Все страны мира, где происходят кинопроцессы, выдвигают свои картины на премию «Оскар» Американской киноакадемии. Это считается очень престижно. И даже само выдвижение на «Оскар» говорит о том, что очень большое признание получил этот фильм, какой-то резонанс. И сегодня в нашей студии наш латвийский режиссер Давис Семенис, фильм которого «Отец в ночь» будет представлять Латвию на этом престижном кинофоруме. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда, когда еще много лет говорил о том, что фигура Жениса Липки, вот удивительно, почему не снят фильм? Ну вот это же наш латвийский список Шиндлера можно снять. И тема, которая невероятно, ну все-таки и актуальная, и какая-то, которая затронет абсолютно точно людей не только в Латвии, но и за ее пределами. Что такое? Почему? Вот вроде бы проходит мимо этого сюжета. И я понимаю, что это случилось, и вот теперь мы, я понимаю, будем надеяться. Фильм получил и большого креста, получил большое количество других признаний, наград. Как вы расцениваете шансы на то, что фильм попадет хотя бы, там же есть шорт-лист, сначала лонг-лист, потом шорт-лист, там все эти вот ступени? Ну, нет, ну, во-первых, это уже, ну, я думаю, это большое признание, то, что вообще выдвигается такой фильм, который может быть в каком-то смысле, ну, даже, ну, не такой комфортабельный фильм, который как бы для зрителей, он указывает на какие-то вещи, которые, может быть, в истории не такие уж красивые, а больше такие темные и даже мрачные. И в этом смысле, ну, там обсуждать какие-то шансы Оскара, я думаю, это не очень серьезно, в том смысле, что, во-первых, это большая индустрия, да. Ну, наверняка этот фильм будет в каком-то смысле, там будут люди в Лос-Анджелесе или где вообще находятся эти члены Академии, он будет, ну, они будут его смотреть, будут как-то обсуждать, но чтобы так серьезно надеяться на какой-то шорт-лист, это надо там вкладывать очень-очень большие деньги. Каждая страна, которая потом уже появляется, ну, в этом маленьком списке, это значит, что они вложили только на Оскарский маркетинг, ну, бешеный день. Но это не значит, что не надо надеяться, будем надеяться, мы поедем тоже, будем представлять картину в нескольких сеансах там, будем обсуждать эту тему историческую, так что, ну, это уже видно будет, так на какие-то, ну, слишком самонадеянным я как бы себя не считаю. Но скажите, вы говорите, бешеные деньги нужно вкладывать в маркетинг, а какие деньги и есть ли возможность, ну, государство заинтересовано или нет, поддержать уже картину, потому что, ну, мне кажется, что в отличие от прошлых лет все-таки есть, ну, вот какие-то шансы, что хотя бы картина привлечет внимание и самой темой, и самой фигурой, и, в общем-то, ну, если это позиционировать, условно говоря, вот как латвийский список Шиндлера, я думаю, что это, ну, как бы сразу понятно, абсолютно тема, ну, то есть людям не нужно объяснять, что, где, чего все сразу как бы понимают. Ну, во-первых, когда фильм выдвигается, там уже есть какая-то определенная сумма денег, которая выдается для того, чтобы вы фильм представляли в Америке. У нас есть уже несколько спонсоров, которые тоже, ну, как-то стараются помочь с этим. Ну, и главным образом, одна из вещей, которая как бы помогает этому фильму, это то, что уже есть дистрибьютор фильма в Америке, который голливудский продюсер и дистрибьютор, и он уже работает над тем, чтобы фильм как бы хорошо прошел в Америке. Уже сейчас мы насчитываем где-то 10 фестивалей, которые уже фильм показали в Америке. Но еще там счет еще как бы вырастает, потому что он очень активен, и это уже значит, что все-таки какой-то резонанс уже есть в Америке, и это уже, ну, можно сказать, это хороший знак, что даже несмотря на что, там попасть или не попасть в какой-то список, но главное, что фильм уже как-то, ну, там воспринимают, уже про него как-то думают. Ну, для нас это важно, и сейчас тоже мы поедем уже через неделю на пару фестивалей, которые тоже в Америке, потому что фильм, в общем счете, уже в мире показан где-то, ну, сейчас уже цифры где-то 30 фестивалей уже показали фильм. Его премьера была в Московском международном кинофестивале, где он и получил приз критиков даже, да, и так что, ну, мы как бы, это такая, для нас это такая хорошая, хорошая, можно сказать, новость, что не только здесь в Латвии фильм люди посмотрели, и это было очень большое число людей, которые здесь его посмотрели, но и в мире, что его как-то воспринимают, и очень позитивно, и очень заинтересованы, и не только в фильме, но уже после фильма еще и вообще про истории Латвии, и про поражение с Олипкой, и его семью, как таких, ну, очень важных личностей в рассказе Холокауста. С одной стороны, я не могу не восхищаться вами, потому что уже практически, я понимаю, подходит к завершению следующая работа за годы войны, новая картина, да, там, я не знаю, закончились съемки, не закончились, но ведь вы уже головой в одном проекте, и еще есть и второй, то есть насколько это сложно, говоря, вспоминая одну работу, уже заниматься другой работой? Ну, я думаю, для режиссера одна такая вещь есть, что когда ты заканчиваешь предыдущую картину, она с премьера, и она как-то умирает для тебя, и ты уже остаешься одиноким, и таким стоишь, и не понимаешь, что делать. И я думаю, если это возможно, надо всегда работать вперед, надо как-то думать вперед, потому что, чтобы не осталось этот вакуум какой-то, который потом уже ты застреваешь там, это начинается депрессия и так далее, и так далее. Ну, понятно, что это есть немножко такая двуличность, ты все время едешь вокруг по фестивалям, и представляешь одну картину, как бы думаешь про... Другую. И сейчас, например... Ну, я не знаю, извините, но это аналогия вообще-то классическая муж и любовница, муж, жена и любовница, да, такого треугольника любовного. Ну, да, можно так сказать, но там есть одна вещь, которая самая страшная, то, чтобы ты, когда тебе задают вопросы про предыдущую картину, ты не начинал отвечать за новую, ну, как бы про новую, что вот ты начинаешь... Мне один раз так было, что в фестивале, это уже было там лет, может быть, три назад, когда просто задавали вопрос про фильм, который показывали там в фестивале, а я начинал ответить еще про фильм, который я снял еще год назад, и я тогда... Эти зрители как-то странно на меня смотрели, не понимали, что я там говорю, но потом я сам как-то переключился, но был такой момент, ну, можно сказать, такая внутренняя амбиваляция. Вы, в принципе, ведь очень успешный, можно сказать, режиссер для Латвии с 10 фильмов за 13 лет, из которых и документальные, я понимаю, что сейчас это третья будет художественная картина, на которой идет работа. Вот удается ли, я смотрю, бюджет этого последнего, ну, вот, фильма, 244 тысячи 600 евро, то есть успех фильма «Отец-ночь», он все-таки помогает для того, чтобы получить деньги, возможности следующих проектов? Нет, ну, наверняка то, что, как бы, ну, у нас все-таки такая чуточку меритократия, когда смотрят на то, что ты сделал, как бы, перед этим, и это уже как-то влияет на то, будет ли выдано деньги на следующую картину или на следующий проект. Но в это же время, я думаю, ну, самое главное, чтобы те рассказы, которые ты рассказываешь, и те рассказы, которые тебя интересуют, чтобы они были такими, ну, про которых вообще надо снимать кино, потому что есть вещи, про которые можно просто рассказать, есть вещи, про которых можно, можно, может быть, не знаю, живописью заняться, может быть, музыку сочинять. Но есть рассказы, которые только в формате кино рассказываемые, да, и вот в этом смысле про это надо все время, как бы, воспоминать, ну, как бы, про это думать, и это уже, когда ты, ну, как бы, работаешь над следующим фильмом, ну, это тоже как-то такая вещь, про которую надо размышлять и думать, да. А у вас бывает такое, что вот вам приходит идея какая-то, и вы понимаете, отличная мысль, но это не для кино, и тогда вы ее делитесь, может быть, со знакомыми писателями, не знаю, художниками? Во-первых, я думаю, что, ну, чтобы вообще работать режиссером, надо все время держать в кармане где-то идеи 10. Выстрелит одна, да. И потому что там, ну, есть много всяких обстоятельств, которые влияют на то, что когда вот, 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 которая идея вообще может сработать. Так, чтобы я там делился, я не знаю, я думаю, это больше я так с собой делюсь просто в том смысле, что, ну, всегда хорошо, когда есть рассказы, которые как-то влияют на твое мышление. Это как бы, они, это, не надо даже их рассказывать публично, это просто как-то тебя развивает. И это для меня очень важно, как бы, нащупать какие-то вещи. Ну, например, я очень люблю Платонова, да, как писателя, и до сих пор я никак не смог его как-то, ну, в своих фильмах, ну, там, вложить, можно сказать, какие-то идеи или герой, или ситуации. Ну, вот, последний фильм «Год перед войною», там уже, вот, Платонов там появляется. И вот, потому что это, я как-то очень долго его держал у себя, а то сейчас так, вот, выстрелил чуточку. А я знаю, что вы всегда автор сценария своих картин. Вот, почему вы не доверяете сценаристом или сами хотите быть, ну, полным автором своего проекта? Я думаю, это все-таки такая специфика латышского кино, потому что в Латвии, ну, такой, так называемый профессиональный сценарист, им очень трудно выживать, только делая сценарий для кино, да, потому что это просто, ну, там, вообще снимается, там, несколько фильмов, и это значит, чтобы писать, ну, и не всегда, как бы, режиссер может найти общую, как бы, связь с каким-то сценаристом. И это значит, что они больше, ну, это все-таки театральная драматургия, с которой драматурги вообще занимаются. И это как-то влияет на, 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 тоже на кинодраматургии, когда они пишут это, ну, там, например, диалоги, они становятся становятся более обширные, потому что в театре это, как бы, нормально, и так далее, и так далее. И, и, и просто, ну, если такая как-то, ну, я думаю, это проблема, проблема, может быть, того, что мы просто и не обучаем сейчас профессиональных сценаристов, больше, как бы, театральных драматургов, потому что театра у нас намного больше. и, и, и это влияет на то, что, как бы, ты понимаешь, что ты только, ты сам, как бы, можешь, ну, с помощью, понятно, ты, у меня всегда, даже вот театральные драматурги, они помогают сценариям, но ты, как бы, сам понимаешь, как вообще в каких-то кинотерминах, в киноязыке рассказать тот рассказ. И, понятно, я, я про себя не думаю, как, там, очень хорошего сценариста, но это просто такая, вот, внутренняя проблема страны, да, что, как бы, что должен сам этим заниматься. Но это не то, что вы хотите получать двойную зарплату, скажем так. Абсолютно, абсолютно, нет, это с этим не связано. Ну, вот, хотелось, в Латвии после столетия, то есть, мы знаем, что в 2018 году много фильмов очень спонсировалось и выходило в связи с столетием латвийской независимости, сейчас в 2019 там тоже еще какое-то количество вышло вот по этой программе. Как вам кажется, это дало какой-то вообще прирост для латвийского кинематографа? И есть ли у нас какой-то, ну, хорошие в будущем шансы на улучшение латвийского кинематографа? Изменился ли, да, латвийский кинематограф? Или он вернется уже на старый, прежний уровень? Ну, я думаю, сейчас вся работа на то и идет, чтобы это, ну, как бы, тот уровень, который был развит через эту программу, чтобы он не был потерян, да, и я думаю, там главным образом это деньги, и сейчас киноцентр Латвии работает с министерством культуры, чтобы как-то все-таки развивать бюджет киноцентра, потому что, ну, если смотреть по цифрам, сколько зрителей посмотрели, латышские картины последних двух лет, это очень большая цифра, это вообще, ну, это изменилось абсолютно радикально, ну, по сравнению с тем периодом, который был перед столетием, да, интерес огромный, и вот сейчас потерять его, вот это было очень бы плохо. Сейчас мы, как бы, я думаю, ну, вот еще в этом году и в следующем году мы чувствуем, что, ну, там, те картины, которые выйдут, там мы чувствуем, что вот это, как бы, течение или такая, такой интерес, он присутствует, будем надеяться, что и так, это так и продолжится, и понятно, если режиссерам давать больше работать, уровень и качество фильмов всегда улучшится, это, когда вот, ну, вот, если думать про какой-то период перед этим, да, когда там у режиссера между картинами были 10 лет, да, понятно, он же теряет свои, ну, какие-то профессиональные навыки, Но Терренс Малек не теряет, вот снимает один раз. это, кстати, ну, не все критики согласились, мне кажется, с этим утверждением. у Терренса Малек там другой, он, он, это было, когда он после первого фильма и после второго фильма были большие периоды, а сейчас он снимает каждый год, но плохие фильмы, ну, так что, там уже это как-то изменится, но Терренс Малек очень, это очень специфическая вещь, это не, а у нас это понятно, что надо давать молодым режиссерам работать, чтобы они развивались, чтобы и те фильмы, ну, мы видим, например, что вот Юрий Скурс сделал фильм «Модрес», он уже как бы ну, довольно хорошо прошел по фестивалям, и потом уже сейчас сделал Олег и попал в этот, ну, как бы двухнедельник режиссера в Каннах, так что все-таки это, ну, картина, которая, ну, это значит, что режиссер, потому что ему было дано возможность работать, он все-таки может развиваться. Но можно ли сказать, что сейчас кино Латвии делает другое уже поколение режиссеров? Ну, в каком смысле по сравнению со мной? не по сравнению. Нет, вот просто вот, да, вот вашего, ну, то есть обычно мы представляем все-таки, когда говорим, режиссер, как-то в нашем мэтр, такие мэтры, там вот действительно 60 лет, там такая борода окладистая, то есть все это. Нет, ну, да, но это, знаете, это вообще трагическая вещь, что 90-е годы, да, и начало 2000-х, это был страшный период для всех режиссеров, операторов, которые работали в русской киностудии перед, перед концом Советского Союза, и вот, и они остались безработные, они, у них не было денег, никакой нормальной жизни и так далее, и так далее. Мой отец, например, оператор, который был один из, может быть, самых мощнейших операторов советского времени, тоже вот находился в такой ситуации. Хотя легендарные фильмы, Пуйка, там, там, проделки Эмиля, это же выгремело, там. Ну да, и вот этот период доставил очень большой такой клеймо на то, что, ну, и понятно, им очень было трудно, как бы, вернуться, но были режиссеры, которые это смогли сделать, как, например, там, Яна Стрейч, или, или, или мы можем говорить, Евгений Пашкевич все-таки снимает еще, там, ну, есть, есть несколько этих режиссеров, старого поколения, которые еще работают, но так вообще это понятно, это, это поменялось, и только те, которые, как бы, начинали с нуля, как бы, начинали с того, что они, и, во-первых, это тоже такая, может быть, с молодостью как-то связано, то, что ты можешь, как бы, начинать, может быть, с маленькими деньгами, там, маленькими проектами, и так далее, и так далее, которые уже, те режиссеры, которые масштабно работают, это, как бы, для них уже трудно, И вот это тоже как-то влияет. А можно ли говорить о том, что сейчас, когда Латвия, прямо скажем, на подъеме в плане кинематографа, что у Латвии или у стран Балтии вырисовывается какое-то свое кинолицо? Потому что если мы говорим о европейских странах, ну, вынося за скобку Великобританию, то там у каждой страны есть французское кино, мы понимаем, о чем идет речь, скандинавское и так далее. Вот у Латвии есть такое свое какое-то видение кинематографа? Ну, я думаю, что, может быть, сейчас еще про это рановато говорить, но я думаю, это как-то выстроится в течение, может быть, следующих пяти лет, когда мы уже увидим картины, которые более связаны, может быть, с нашими днями, ну, что это как бы темы, которые больше сопутствуют наше общество, ну, как бы, что это как-то связано с общей, потому что, все-таки, если смотреть на последний период, очень там доминировали исторические темы, да. Я сам вообще люблю вообще делать кино только про историю, да, но это связано просто с тем, что я сам учился историками, но я думаю, вот сейчас уже есть вот какие-то, вот появляются фильмы, которые они уже вот как-то выстраивают такое, может быть, лицо латышского кинематографа, которые, которые просто, они должны быть в фильме, которые тесно связаны с обществом наших дней, ну, как бы, то, что происходит в стране или в обществе сейчас, а не где-то в истории, потому что история – это важно, история – это большие нарративы, большие рассказы, но он, как бы, но это историческое кино, оно как-то довольно одноформно везде, да, ну, если там по сравнению с какими-то другими местами в мире, то видишь, что история как-то воспринимается в каком-то, можно сказать, в однообразном виде. Но разве нельзя через историю рассказывать как раз-таки о проблемах современного, не в этом ли смысл исторических фильмов? Я думаю, нет, я думаю, это уже другая вещь, да, наверняка они, ну, вообще, чтобы вообще интересоваться историей, это значит, что, ну, интересоваться какими-то ситуациями, рассказами истории, это уже значит, что это связано с тем, про что ты думаешь, про что ты заинтересован, про что наверняка заинтересованы люди вокруг тебя, но это всё-таки различно от эстетики, я говорю, когда я говорю про эстетику, это всё-таки как-то должно быть про то, что вот как мы видим то, что вокруг нас, да, и это может быть всё-таки, это больше помогает вот выстраивать в этот, ну, как мы говорили, лицо кинематографа, например, румынское кино, да, это очень, они активно думают про своё время, и может быть, ну, там, может быть, там, истории, там, ну, там, 90-х ещё, но так, чтобы это было такое... Возримое прошлое. Да, возримое прошлое, да. Но ваш фильм, вот как раз за годы войны, там появляется огромное количество исторических персонажей, я посмотрел просто, ну, вот список, там, Ленин, Сталин, Троцкий, Гитлер, Фрейд, то есть, и сама фигура, я понимаю, что этого главного персонажа, Малдера, Петра Малдера, который анархист, это тоже, в общем, подразумевает какие-то путешествия, потому что, по-моему, у Жоржа Семенона, да, был роман, посвящённый очень близкой теме. Ну, да, да, там про него очень много легенд и мифов. Жоржа Семенон просто взял его как такого прототипа своего одного из рассказов про инспектора Мегре, так и назвал Пьер Летон, как бы Петр Латыш, но он был тоже анархистом, как бы такой криминальной личностью. Но это очень забавный герой, я думаю, вообще один из самых интересных героев, исторических героев, у которого латышское происхождение. И это такая, да, странная спекуляция про то, как он прожил 13-й год, этот год перед войной, как он мог встретиться со всеми активными личностями тех дней, и там не только вот эти политические, там есть и Пруст, и Кавка, и там очень-очень много их. Ну, это, понятно, они очень такие стилизованные, стилизованные, да, что... Но в это же время, ну, для меня это очень интересный период, потому что можно сказать, что вот этот 13-й год, это был, когда во всех сферах человеческих была какая-то экстремная ситуация. Ну, что обострялось это всё, всё обострялось, и уже ты, ну, эта война уже неизбежна в каком-то мгновении. Но, как бы, ничто ещё про это не говорит, ну, как бы, нет таких признаков, что вот сейчас будет война, но просто чувствуется, что все какие-то, ну, бешеные, да. Вот, и мы старались в таком чуточку комедийном виде, это вообще для меня чуточка такая странная вещь, я сам, мне, как бы, комедии в кино трудно даётся, да. Но я вот здесь стараюсь как-то иронично на это посмотреть, вот как это всё происходило, и всё это кончается довольно досадно, потому что сам главный герой становится одним из главных практиков красного террора в Советском Союзе уже после войны. Это как бы такой эпилог фильма, который, может быть, не надо было рассказывать. Спойлер, да, да, да. Как горят глаза режиссёра, когда говорит уже о проекте, над которым он работает сейчас. Уже не может молчать, да. А как вы вообще относитесь, вот когда показывают исторических персонажей, причём недалёкой истории, а достаточно недавней, то есть сто лет назад, это всё ещё и Сталин, всё ещё активно обсуждаемая фигура, насколько точным в своих высказываниях должен быть режиссёр, или он может себе позволить, вот не знаю, как в фильме «Смерть Сталина», например, позволить себе всё-таки комедийный вот такой взор на персонажей? Ну, во-первых, я не фан этого фильма, мне кажется, там уже, вот когда вы на что-то, что по-настоящему страшно и темно смотрите такими, ну, комедийными глазами, это как бы, ну, мне кажется, деноминирует или как-то показывает это, ну, что это вообще такая, ну, такая... Обратите, я сразу спрошу, чтобы далеко не уходить, а вот скоро будет выходить фильм «Кролик Джоджо», тоже комедийный, но уже про другую фигуру, там, конечно, воображаемый Гитлер, ненастоящий, но, тем не менее, вам тоже кажется, это неправильным? Ну, я фильм, тот фильм не видел, так что сказать не могу, но то, что мне кажется, что есть одна ситуация, она различается от другой ситуации. Я думаю, что бывает, когда этот иронический код, который, как бы, режиссёр даёт, что он хорошо работает, и он показывает... Вот Бенини, например, вот Бенини «Жизнь прекрасна». Ну, например, да, вот что там есть, вот мы как бы смеёмся, но нам страшно, да, вот, и это, мне кажется, и важно. А когда просто смеёмся, и уже не страшно, и уже всё оказывается таким фарсом, ну, тогда это, как бы, для меня не срабатывает. Я думаю, что вообще очень, что важно, или вот идти такой тропой, что ты просто стараешься, как точно вообще возможно, ну, потому что кино всегда изменяет, меняет историю, там, драматургия, анахронология, как влияет на рассказ, там, меняются ситуации местами, там, герои появляются какие-то, там, анахронология и так далее, и так далее. Ну, один путь – это просто стараться быть настолько, ну, ну, как бы точным в истории, как можно, ну, как-то верить академическому, академической истории. Другой путь – это показывать вот этот стилизированный мир, чтобы тогда уже зритель, он как бы распределял, он понимал, что вот это уже этот уровень, который стилизирован, а это уже другой уровень, это настоящие эмоции того времени. И вот, например, Бенини, вот такой один из примеров, а вот для меня смерть Сталина вот так не работает, потому что, я думаю, этот всё-таки такой, ну, когда человек из Великобритании делает картину про Советский Союз, это он, я не думаю, что он, как бы, понимает масштаб трагичности этого времени. — Кстати, вот если говорить вообще, зачем снимается кино, вот если мы говорим про кинематограф, он в последнее время, если говорить, ну, голливудское кино, оно становится всё больше аттракционным. Ну, вот если мы говорим о каких-то дорогих, супердорогих «Мстителях», и зрители приходят посмотреть, ну, вот просто как на американских горках прокатиться какие-то, пережить просто удивительные там впечатления. — Латвийское кино, вот зачем снимается оно? Что важное, главное в том, чтобы оно существовало? — Ну, во-первых, я думаю, кино должно сниматься, ну, национальное кино должно сниматься для того, чтобы люди думали. Это просто, это такой механизм думания или мышления, что просто фильмы, они должны как-то влиять на то, чтобы люди не останавливались и не забывались, а просто продолжали активно участвовать в каком-то думании про что-то, да. Это для меня самое главное. И, понятно, это и делает, ну, даёт возможность культуре как-то продолжаться вообще, да. Ну, понятно, что всегда будет кино, которое для того, чтобы ты себя чувствовал хорошо. — Свингеры. — Да, ну, там, веселился и так далее, и так далее. И, понятно, это коммерческое кино, оно, это всегда будет. Мне кажется, одна из вещей, которая сейчас немножко такая уже, ну, от которой я немножко боюсь, что как-то всё время мы, и это уже в уровне фестиваля тоже чувствуется, что мы как бы стараемся найти вот такой средний путь между вот этим, ну, можно сказать, художественным кино и коммерческим кино. Я думаю, лучше бы было, чтобы вот так и различать, вот сказать, вот это вот художественное кино, а это коммерческое кино. И не бояться этого, и потому что, когда это стараются как бы совмещать, тогда всегда коммерческая сторона, она как бы обыгрывает, побеждает. И вот это уже чувствуется даже в фестивалях, ну, когда мы смотрим, ну, какие там, ну, например, если Венецию выигрывает фильм «Джокер», да, и я посмотрел картину, да, и понятно, что это вот и есть та сторона, где коммерция, она уже, ну, она притворяется, что она чуточку художественна, да, и это уже как бы, а, ну да, вот это, оказывается, можно и зарабатывать художественными фильмами. И вот это, ну, такое течение, или, можно сказать, ну, вот то, что вот так сложилось в кино, в мире. Ну, мне, для меня это немножко тревожит, я не знаю, это для меня такая вещь, про которую я стараюсь думать, что все-таки надо возвращаться какими-то корнями, я не знаю, может быть, киномодернизма 60-х лет, или, ну. А у вас нет каких-то, не знаю, амбиций снять коммерческое кино? Вы все-таки больше себя видите именно в таком интеллектуальном жанровом, не знаю, кинематографе? Ну, нет, я думаю, что для режиссера это всегда есть какой-то интерес себя перепробовать, да, и понятно, что я бы в каком-то смысле я бы даже согласился бы перепробовать себя в коммерческом кино. Проблема в том, что, ну, что всегда кажется, что времени мало вообще, ну, в жизни, да, время все время заканчивается, да. И вот это чувство, как бы, тебе кажется, что ты все-таки должен рассказывать про что-то, что ты по-настоящему веришь, да, и вот это как такая вещь, которая как бы не позволяет. Но так вообще, я думаю, как такой опыт, как, может быть, такое, ну, понять вот какие-то структуры, механизмы, инструменты, которые используются в коммерческом кино, чтобы как-то на зрителя влиять. Это, мне кажется, довольно интересная вещь, и я думаю, что если такая возможность появится, я бы с удовольствием попробовал бы. Вы в одном из интервью сказали, что в стране, где меньше 4 миллионов жителей, ну, просто невозможно кино снимать без поддержки государства. Вот вам не кажется, что, ну, вот насколько эта поддержка государства не давит ли, а не создает заказ, вот это я к тому, что, например, фильмы, например, «Рига с Сарги», там, «Байга из Гац», мне казалось, они немножечко, ну, вот, эта идеология, она делала их такими похожими на Ленина в октябре, то есть вот, ну, что-то такое… Ну, да, в них что-то вот отсутствовало, какая-то, ну, вот, не знаю, искренность, жизнь. Вот государство, оно на вас, ну, одной рукой даёт деньги, но вот оно что-то требует, чтобы вот здесь надо что-то так вот сделать? Я сам был членом нескольких комиссий, которые выдавали деньги на кино, и я могу сказать с уверенностью, что такой идеологии нет, да, потому что деньги, которые распределяются государством, это деньги, которых распределяют эксперты, которые сами занимаются кино, и они хотят только того, чтобы было, ну, картины, которые хорошие, такие настоящие факты искусства, можно сказать. Проблема в том, и это странная вещь, что что появляется? Появляется самоидеология или самоцензура, когда люди уже приходят и… И пытаются понравиться. Да, да, они думают, они как бы выстраивают какой-то, ну, можно сказать, образ государства, образ страны, и они вот уже предлагают проекты, которые как-то созданы уже для какой-то системы, да, и вот это такая странная вещь, когда вот такие… И тогда вот бывает, что какие-то фильмы там проскальзывают, которые уже в каком-то смысле уже со стороны авторов, уже как-то придуманы чуточку, ну, в какую-то сторону, они хотят, ну, какой-то, может быть… Но я бы не говорил про… Ну, можно говорить про идеологию, как такую, как бы, совместную идею какой-то группы, да, но я думаю, по-настоящему идеологические фильмы у нас нет, это просто у нас есть фильмы, у которых есть какой-то, можно сказать, национальный пафос, национальный пафос, который они как бы стараются вот показать. Но это уже, ну, если автор вот как-то самоцензурно в этом заинтересован, ну, что мы можем поделать, если эксперты так решили, что надо, так, ну… Так надо? Да. А вопрос, мне кажется, уже мы немножко ближе к концу, но вопрос, который нельзя не задать успешному латвийскому режиссёру. Есть у кого-то из наших слушателей, есть сценарий фильма, который он хотел бы снять вот в Латвии, что ему нужно сделать? И снимать самому, искать деньги или найти какого-то режиссёра? Есть ли какие-то пути? Или у каждого свой? Ну, у каждого свой наверняка, но есть, во-первых, в Латвии есть два механизма финансирования кино. Это через Култур Капитал Фонс, там можно давать проекты, там даже проще начинающим режиссёрам, начинающим кинематографистам, там можно давать, может быть, не такие большие проекты, но такие, которые могут доказать, что у них есть это ремесло, что они умеют делать картины. И другой механизм – это через уже национальный кинематографический центр, где уже тогда финансируются более крупные картины. Это одно, другое, можно всегда, не надо бояться писать в Фейсбуке латышским режиссёрам и говорить, у нас есть вот такая… А вас не закидывают такими предложениями? Нет, ну, у меня бывает, да, там, ну, не так, чтобы я уже там не могу, как бы, ну, что это меня бесит? Нет, не так. А Дарис пишет сам сценарий, мы знаем. Да, если знакомые. Но есть рассказы, которые мне были очень интересны, которые люди просто рассказывали, про которых хотели бы снять картины. Ну, это просто, ну, у меня там, ну, я могу столько, сколько могу, да. Но я думаю, этого не надо бояться, не надо, ну, бояться заговорить с людьми и рассказывать. Мне кажется, если… потому что эти две как бы немножко различные вещи. Одна вещь – это то, что ты хочешь, чтобы какой-то рассказ был рассказ… Ну, кто-то рассказал бы его. Другая вещь – что ты сам хотел бы стать кинематографистом или режиссёром. Вот это другая вещь. Я думаю, они различны, и надо тогда, вот, когда ты понимаешь, кто ты. Вот тот, который хочет просто, чтобы рассказ был рассказан, или молодой, или даже не молодой режиссёр, тогда вот надо и выбрать путь, как это уже потом сделать. Петер Бухта уже в строю, всё в порядке. Мы слышали, что он сломал ногу на съёмках. Да, он наш, наш актёр на последней картины, он во время съёмок летом сломал, вывернул ногу. И только сейчас, в октябре, он закончил свою рехабилитацию. Но съёмки мы закончим только в январе, когда он вернётся здесь, в Латвии. И это будет период где-то на 10 дней, когда мы закончим картину. Удачи вам, желаем. Удачи. Спасибо. Спасибо большое.